196 девочек и ровно столько же мальчиков родились в Первоуральске с начала года. Это подсчитали сотрудники перинатального центра. Накануне Дня защиты детей там прошла торжественная выписка молодых мам и малышей. Поздравить счастливых родителей пришли представители городских властей. Это уже традиция, пренебречь ей нельзя, тем более в год семьи. Алексей Вербицкий продолжит тему. Если подмечать самые счастливые моменты жизни, то это наверняка один из них. Мужья встречают жен с малышами. И встреча эта торжественная. Она посвящена Дню защиты детей. Новоиспеченных родителей пришел поздравить глава Первоуральска. От души вас поздравляю. Буквально несколько дней назад вы подарили новую жизнь. Желаю вам всем благополучия, счастья и, конечно, чтобы дома был только радостный детский смех. Цветы и подарки от городских властей сегодня получают три семьи. Молодые мамы провели в перинатальном центре Первоуральска в среднем по три дня. Говорят, все это время ждали чудо. А вот само торжество оказалось сюрпризом. Мы долго, пять суток почти были в роддоме. То есть это готовились. Для нас тоже это все волнительно, торжественно. В принципе, как бы, да, встреча с родными. А тут еще и мэр, и полгорода, как говорится. Очень приятно. Такие приятные встречи в торжественной обстановке для Первоуральска уже традиция. Продолжить ее решили и в этом году, тем более, что 2024-й в России объявлен годом семи по указу президента Владимира Путина. В числе участников церемония и многодетные родители. Замечательное настроение, торжественная обстановка. Неожиданно довольно, что будет так грандиозно. Ну, здорово, что мы в этот день попали на выписку. У нас три дочери. Хотели мальчика, но получилась еще дочь одна. Ну, мы довольны. Возможно, еще придем за мальчиком. Игорь Кобец сегодня посетил и детскую городскую больницу. Для него провели экскурсию. Юным Первоуральцам и их родителям глава города вручил подарки. Такое внимание символично, ведь семья, как известно, основа государства. А значит, и каждого муниципалитета. Алексей Вербицкий, Михаил Перанков. Новости. Первоуральск.